друзья всем привет меня зовут владимир королюк хочу вам немножко рассказать предысторию вот этого видео которое вы увидите в дальнейшем ко мне обратились по поводу диагностики перед покупкой сергей я поговорю с сергеем да да там на поводу завтра диагностики поехать сделать хорошо потом еще разводе сергей владимир по поводу от диагностики на завтра это груда конечно там сделаю потом я на следующий день понял что оказывается это два сергея разных сергея заказывают диагностику 1 1 вот того же эскаватора то есть понимаете мне позвонит сергей там вот же себе 30x посмотрите здравствуйте сергей вот же себе 30x посмотреть вот там то там я как бы думал что-то человек два раза позвонил мне только ну как бы не только что она позвонил мне чуть раньше вот и еще раз не звонит ну как-то я была за рулем и как-то вот это потом я посмотрел что-то разные но номера потом на следующий день я понял что-то разные люди из разных городов то есть это был сергей один сергей из мурманска второй сергей из самары даже им дал номера они даже друг друга пообщались вот такая конфузная ситуация ну что я сделал sitesи чтобы потому что один заказал диагностику ториска ватро и второй заказал диагностику 3 коготора то есть я должен поехать сделать диагностику и для кого я буду делать то есть они готовы 1 и 2 оп longeтит для выносить у то есть кого я буду ставить первое второго кому-то продам информацию может кому я продам первую информацию он захочет купить это вот такая ситуация что бы вы сделали на моем месте я вот сделал так я позвонил этим людям и сказал что так случилось впервые в моей практике что два Сергея в один и тот же день захотели сделать диагностику одного же того же эскаватора говорю давайте сделаем так я поеду сделать диагностику а вы эту диагностику оплатите пополам то есть половину стоимости работы оплатит один Сергей, половину второй и вы то есть посмотрите результаты диагностики вам отправлю посмотрим результаты и кто того из вас захочет купить то поедет и купит этот эскаватор а может вообще из вас никто не захочет купить что вам эта работа моя станет намного дешевле они согласились, говорят, Володь давай в путь ты отправишься результат диагностики мы не думаем что там такой уж как новый эскаватор за 3 миллиона рублей поэтому я поехал и сделал диагностику сделать я поехал и начал делать диагностику что было у меня на диагностике вы посмотрите пожалуйста на видео а я вам еще прокомментирую после того как вы посмотрите сейчас будет первый запуск мною только ключа нету да дальше датчик температуры не оригинальный ну как всегда начнем сзади стрелы а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 телескоп не в оригинале его видно что его наплавляли и расстать ну шлифовали болгарки потому что таки раковина что сварка вот реально видно сварк парочный шов данный цилиндр продажи что новый но повреждение здесь есть вот здесь и здесь снизу есть вот здесь несерьезное но есть так весь кофе усилим вы так смотрите как вот я извиняюсь я сейчас 2 слова они стоят 12 15 миллионов саша верно если мы же помогаем вашему клиенту он посмотрит на цене ну вот это сейчас отправим мурманск и вы это два сергея который он звонит я думал вы берете смотрю а если мы берем затем нам это отправим и вам и с вами заваляться будет уже договорились это не то чтобы это может быть даже помощь это помогает кому-то он уже знает что берет знает потом сколько вкладывать ну да немножко непонимание вот так дальше у нас нашли скопа пацан рассказал гидролиния есть здесь у нас втулок нету и люфт небольшой есть здесь у нас заварена страну лапка здесь стоит такая основательная но здесь тоже варили видимо была трещина здесь и здесь разбита посадочная нужно делать здесь тоже палец разбит посадочная здесь в турок нету здесь данный цилиндр переваливали заменяли шток но он потекает так дальше у нас здесь такие швы это усиливали стрелу не знаю что какая проблема была ну кран автокрана нету это здесь время штоки пауэрные цилиндры здесь здесь все это нужно поменять в культе пальцы абсолютно все так идем дальше так нас идуль фиксируйте здесь оторван болт здесь тачка температура не оригинальной это расплавлено здесь поврежден но вот этот каркас приборной панели сортиги переделана потому что на же себе они стоят вот так можно по тягам у триггера смотри какой большой износ а здесь и шевистов что листь педаль сам по вот новый стоит сиденья просто не фиксируется здесь парка чё-то сиденье очень большой до сиденья есть люфт почему-то может болт какой-то что-то где-то а там как и и Продолжение следует... 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 но но вот именно эта ситуация которая произошла то есть продавец обманул там всех получается и покупателя юлию вертел хитрил сказал что в идеальная техника я вам что-то дело что он там напишем по всем в очень хорошем состоянии рабочим нигде ничего не течет хотя эскаватор уехал там лужи масла просто просто под эскаватор просто за 20 минут там лужи масла остались все течет снизу то есть человек не говорит правду я считаю принято решение я даже подумал сегодня много раз на этот видео предложение что именно данный человек достоин того чтобы я выложил это видео до того как он продав данный из как погрузить потому что он еще сказал собираетесь взять отсюда у меня я его быстро продам мне вот не нужно чтобы вывод этой вот там манипуляция делала с ним я его быстро продам у кого друзья есть желание может прийти по ссылке будет ссылка на авито с данным из как погрузить каком по которой продается я думаю что многие люди были смотрели данный из как погрузить просто звонком много и разочаровались тем что они увидели то есть то что говорит продавец это что они видели по факту я считаю что я это делать заслуженно я никого не ни на кого не наговариваю все на видео все по факту считаю что именно данная ситуация она справедливо если нет напишите в комментарии все друзья с вами был я владимир королюк всем удачи всем добра не попадайтесь на таких продавцов удачи